Продолжение следует... 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 И мы хотим, чтобы были предприняты определенные меры безопасности. Мы знаем, что наши склоны ни в коем случае нельзя обводнять. Все берегоукрепления, которые были сделаны, они были сделаны, ну, 80% их сделаны с одной целью – убрать воду со склонов. Поэтому, когда реализуется вот такой вот масштабный проект, там необходимо на самом деле сделать не проект благоустройства, а рабочий проект, где будут разработаны, например, раздел водоотведения. С экологической точки зрения очень важно, чтобы там была нормально разработана канализация, поскольку мы от этого никуда не уходим. Вот. Поскольку мы всего этого не увидели, и проект нам предоставлен эскизный, нам на слушаниях необходимо добиться того, чтобы работы начались не ранее, чем будет разработан рабочий проект, где будет все это учтено. Ну, вот это и есть тот компромиссный вариант, на который мы готовы пойти, потому что правильно вообще говоря, принять генеральный план, сделать, значит, земельную документацию, выполнить проекты зонинга и только потом все остальное. Спасибо. Дальше хотел бы предоставить слово, наверное, самому известному экологу Одесской области, доктору биологических наук Ивану Русину. Добрый день. Поскольку мы говорим о трассе здоровья, о парке, для нас и для тех гостей, которые будут приезжать к нам на побережье, очень важно иметь чистый воздух, иметь чистые пляжи и чистое море. И вот наша задача добиться в конечном итоге, чтобы этот парк получил статус регионального ландшафтного парка в соответствии с законом о природно-запоедном фонде. И в таком парке могут быть только тропы и аллеи. И вот для того, чтобы люди получали не только для тела удовольствие купаться в море, мы хотим, чтобы люди, приходящие туда, от самого старого, пожилого до самого юного, получали еще пищу для ума. Мы предлагаем в начале и в конце трассы здоровья сделать экологические павильоны, где будет информация о Черном море, об истории создания инженерных сооружений, чтобы каждый посетитель эту информацию получил и представил себе, насколько это масштабно и важно для него самого и для биосферы. В разных участках трассы перпендикулярно мы предлагаем сделать экологические тропы для школьников, чтобы там появились полевые школы, где дети могут на этих тропах познавать, что на самом деле растет. Акация, сафора или сосна, или какой-то кустарник, или какая-то там бабочка появилась. И дети станут тогда ближе, их этот парк станет ближе для детей, и само море станет ближе для детей. И третье, конечно, самое важное, с моей точки зрения, для самых маленьких, это экологические садики. Такие экологические садики я видел в Европе, они уникальны тем, что ребенок, годика буквально, он в каком-то вот мире своем познает азы природы. Как живет этот наш приморский склон, как живут те или иные деревья, как живут птицы. И в этих местах можно создать специальные наблюдательные пункты для птиц, где детишки могут этим заниматься. И последнее, на мой взгляд, самое главное, в таких планах благоустройства очень важно, чтобы были показаны участки лесонасаждения. Когда нам говорят, что мы садим сосны, мы с этим не согласны. Должны работать специалисты Одесского национального университета, ботанического сада, чтобы они показали, какие деревья, прежде всего акации, сафоры, другие, которые приживутся, были посажены параллельно или перед этим благоустройством. Потому что зеленая зона приморских склонов, это, наверное, самое главное для того, чтобы мы всегда гордились тем, что она называется рекреационной зоной, поскольку она поставляет кислород, она поставляет фитонциды, она поставляет эфирное масло, столь важное для человеческого организма. Спасибо. Дальше хотел бы предоставить слово Александру Прохорову, представителю велодвижения Одессы. Можно две секунды на микрофон? Переставить микрофоны? Пожалуйста. Здравствуйте. Хочу сказать, что в последнее время вокруг благоустройства трассы здоровья сложилось очень много слухов, мифов, предположений. И именно для того, чтобы развеять эти слухи и предположения, и были инициированы общественные слушания. Я хочу отдельно пригласить велосипедистов города Одессы на эти слушания, так как это огромная целевая аудитория пользователей трассы здоровья. И именно там будет решаться, результатом благоустройства должна стать первая официальная настоящая велосипедная дорожка в городе Одессе. И то, насколько она будет комфортная, удобная для велосипедистов, именно будет решаться на слушаниях. Приходите на слушания. Спасибо. Спасибо. Дальше хотел бы предоставить слово профильному специалисту управления архитектурой и градостроительства города Александру Грекову. Я, наверное, ничего нового не добавлю. Я полностью согласен с выступавшими. Городская администрация точно так же хочет видеть благоустройство наших склонов, благоустройство трассы здоровья, так как это бы понравилось всем одесситам, всем гражданам нашего города. То, что проводятся эти общественные слушания, это тоже идет на пользу тому проекту, который будет разрабатываться, поскольку чем больше мнений, и если мнения будут учтены, мнения именно одесситов, те, которые пользуются этой трассой, велосипедистов и других слоев населения, тем лучше будет этот самый проект. Поэтому мы тоже призываем всех, кому это интересно, участвовать в общественных слушаниях. И надеюсь, что тот проект, который одобрит общественность 1 февраля, будет успешно воплощен в реальности, в жизнь. Спасибо. Спасибо. Породите. Сейчас, если можно, еще коротко подытожу. Во-первых, хотел сказать, что городские власти уже пошли на некоторые изменения проекта по предложениям общественности, и мы очень благодарны, что есть конструктив. Хотим сказать, что хотелось бы провести слушание максимально адекватно, конструктивно, дать возможность высказаться всем сторонам. Очень надеемся, что все будет проходить именно так. Городские власти предоставили нам последний эскиз проекта, их 6 планшетов, они будут на боковом экране, вы сможете их отснять чуть-чуть попозже. Хотел отдельно обратиться к Одесситам с просьбой, чтобы они в это воскресенье уделили несколько часов своему городу. В 11 часов начинается регистрация в здании обл. администрации по адресу Канатная, 83. Это вот стекляшка возле Куликового поля. Если вы хотите, чтобы трасса здоровья была не до Аркадии, а до 16 фонтана, будет решаться вопрос о том, какая будет ширина трассы здоровья, нужны ли дополнительные пешеходные беговые дорожки, как можно сделать так, чтобы при реконструкции трассы здоровья не связались деревья. Будем говорить о том, что необходимо озеленять парк юбилейный, и вообще нужно определять границы парка юбилейный. В общем, если вам дорогая территория, вы хотите сказать городским властям, какой вы ее любите и какой вы хотите ее видеть, приходите в это воскресенье на общественные слушания по трассе здоровья. Спасибо. Разрешите? Да. Как вы после своего личного опыта пребывали на пребывание на пребывание? Вронте. Ну что там говоришь, пребывание, свою личную опыту на пребывание? Мы слышим. Я не знаю, что мы слышим. Ребята, у нас время отраслялся. Я хотел бы вас спросить, во-первых, зал, конечно, большой. По вашему мнению, сможет ли он, во-первых, вместить все желающие? Во-вторых, как будут строиться эти общественные слушания, потому что до сих пор они напоминают диалог, где истинно не рождаются умирать. То есть каждый говорил о своем, абсолютно без связи с тем, что на него говорил его предприятие, компонент или кто-то. Зима, задавайте конкретный вопрос, пожалуйста. Значит, поэтому, во-первых, как планируется организовать эти слушания так, чтобы с одной стороны могли выступить все те, кто хочет выступить, с другой, чтобы это не пройдет в базар. И допускаете ли вы такую возможность, что в течение одного дня эти общественные слушания не выйдут за рамки одного дня и нужно будет как-то продолжить еще через какое-то время. Спасибо. Спасибо, если можно. Я отвечу как лицо, уполномоченное за проведение слушаний. Я тоже был на многих слушаниях, как правило, мне не нравится, как они проходят. Пока что это вторые инициативные слушания, которые мы организовываем, наша команда. Первые были по генплану, мы надеемся, что эти будут более организованы. По поводу того, сможем ли мы это вложить в какие-то ограниченные сроки. По поводу того, что все, кто хотят выступить, будут выступать. Это не так. Выступать будут только те, у кого есть конкретные проекты решений по нашему вопросу. Потому что желающих выступать намного больше, чем идеи у этих желающих. Особенно в свете того, что скоро выборы, люди захотят попиариться. Поэтому мы заранее просили всех, у кого есть идеи и предложения к проекту, зарегистрировать их через Google форму. Все эти идеи и проекты, которые были предложены, обсуждались с экспертами, были разделены на 6 блоков. И вот каждый блок будет презентоваться отдельно. Отдельно будут презентоваться вопросы берега укрепления, отдельно экологические вопросы, отдельно велоинфраструктура. Все вопросы, которые были переданы, проработаны с экспертами, будут обсуждаться последовательно и не будут противоречить друг другу. Спасибо. Вопросы? Я попрошу напомнить, когда получатся слушания. И еще раз услышать, что объяснить. Слушание будет проходить в 12 часов 1 февраля в помещении обл. администрации по адресу Канатная, 83, 2 этаж, актовый зал. Регистрация начнется за час в 11 часов. Пожалуйста, берите с собой паспорт с одесской регистрацией. В слушаниях могут принять участие только члены одесской громады. Какой документ должен совершиться слушания? Принятием какого документа? И насколько он будет иметь силу для принятия в местной власти каких-то своих решений, постановлений? Слушания проводятся в соответствии с 24-25 статьями Устава города Одессы, где четко прописано, как они должны проходить и как регламентироваться. Во время проведения слушаний ведется протокол. По результатам слушаний оформляются рекомендации слушаний. И вот эти рекомендации должны быть обязательно озвучены в сессионном зале Горсовета, когда будет приниматься проект благоустойства трассы здоровья. Этот документ должен приниматься именно с сессией, и при этом будут озвучены рекомендации слушаний. Алексей, а вот те объекты, которые уже есть, они построены либо обнесены строителями площадки забором, что с ними делать, если они противоречат проекту, который примет общественность? Во-первых, мы сейчас говорим в основном о самой трассе здоровья. Мы не будем слишком много времени уделять тем объектам, которые построены в парке юбилейным. Это вопрос отдельных слушаний и отдельных проектов решений. И, наверное, эти вопросы будут в ближайшем времени тоже решаться, поскольку, я так понимаю, было обещано, что в первом квартале 2015 года будет принят генплан, ну и, соответственно, это поднимет вопросы и границ парка юбилейного, и что делать с теми строениями, которые там построены. Если говорить по незаконным парковкам, которые построены в лонжероне, то этот вопрос будет обсуждаться отдельно на слушаниях по лонжерону. А вообще, если говорить по строениям, которые построены на прибрежной полосе, то по каждому из них нужно отдельно рассматривать вопрос. Как была получена земля? Были ли соблюдены все условия? Были ли соблюдены условия по застройке этой территории? Ну что, мы не выступаем за то, чтобы эта территория всю жизнь, до конца жизни Одессы была именно в таком виде, в котором она есть. Она должна и может развиваться. Вот единственное, что все это должно быть с учетом мнения ВИСИТов и с учетом законодательства Украины. У меня вопрос к Александру Грекову по отечному мосту. Известно, что на исполкоме инициировали проверку моста на безопасность. И хотелось бы получить ваш комментарий как специалиста о состоянии этого моста и как могли бы это показать? Это вопрос, наверное, не совсем по теме, но могу сказать, что действительно опоры моста за, наверное, более чем 40 лет никогда не обследовались и не обсматривались. И сегодня возникла необходимость, были видимы деформации в одной из опор, когда начали обследовать остальные опоры. Оказалось, там гораздо больше опор нужно будет, по всей видимости, укреплять. Самих результатов обследования у меня нет, я их не видел, но я знаю, что 3 из 4 опор требуют укрепления. Спасибо. Есть еще вопросы? Если можно, пожалуйста. Да, только в метрофоле, пожалуйста. Продление этого вопроса, если можно, скажите, но надо ли понимать так, что деформация опоры относится к какой-то критическим характером, или это не так? Я же сказал, результаты обследования мне неизвестны. Специализированная организация. Я бы сказал, спрос иначе. Не нужно понимать так, что при нажатии 10 до окончания результатов возможности по тёщному мосту не ехать? Такая рекомендация? Нет, такого нет. Спасибо. Тише. Тише. Я так. Мест вискосминская.